Привет! Сегодня я хочу показать пару скетчбуков и порисовать пастелью. В первом я попробовала проиллюстрировать свою маленькую сказку про весну. Писатель из меня не очень, но порой что-то фантазируется и для себя делаю небольшие зарисовки стихов, историй и рисунки к ним. Еще я хочу потренироваться выкладывать именно арт-влоги, потому что скоро наступит волшебное зимнее время, когда у меня будет очень много творческих работ и я бы хотела ими с тобой поделиться. Далее в скетчбуке можно увидеть разные рисунки, Эту птичку я рисовала на речке. Вот такая она миленькая. А это моя любимая кошечка. Я даже не знаю, кто заботится друг о друге больше Яне или она обо мне. Очень хорошее преданное. Мой меховой комочек. Скетчи с природы. Я, кстати, впервые встретила кабанчиков этим летом. Самодельный стул в деревне. Его сделал мой папа, когда занимался пчеловодством и жил в лесу. Он любит что-то мастерить и фантазировать. Вот такой скетчбук. А следующий это такой минималистичный, где я рисовала, когда не рисуются и пыталась восстановить вдохновение. И это получалось. Порой стоит просто что-то покалякать и начинаешь втягиваться. Музыка. 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 И снова моя кошечка. Это была зима прошлого года и рисунки тоже порой отражали что-то новогоднее. Музыка. А потом я с одной художницей рисовала кадры из мультфильма Анастасии. Использовала карандаши и ручку. Мы уютно провели время, вспоминая детство. Музыка. 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 Еще немного зимних скетчей. Субтитры создавал DimaTorzok Захотелось зарисовать календарь. Он, кстати, до сих пор у меня висит только уже другой месяц. Вот такие сегодня скетчбуки. А сейчас я хочу нарисовать маленькую картинку сухой пастелью. Это будут зеленые холмы. Белым закрашиваю небо. Я рисую на наждачке P600, тебе рекомендую P1000, потому что моя слишком грубая. Сверху прохожу голубым, чтобы цвета смешались и голубой стал немного светлее. Слегка растушевываю и сильно не нажимаю, чтобы не поранить пальца наждачку. Закрашиваю гору зеленым. Розовым намекаю на цветы. Рисую другую гору, слегка заходя на цветочное поле. Фиолетовые моменты. Бледно-желтые. Слабо зеленым закрашиваю передний план. Слегка растираю пыль от пастели. Розовые цветочки рисую ребром мелка. И более темным намекаю на тени. Цветов много не бывает, так же как и нежных розовых оттенков. Зеленые травинки. Фиолетовые тенюшки. И немного холодного оттенка травы. Показалось, белых цветочков тоже не хватает. Рисую маленькое облачко белым цветом. И добавляю серую тень. Приглушаю пальцем. И еще белый. Вот такое маленькое и нежное поле получилось. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!